Сколько золотых медалей мы можем взять на Евроиграх в Минске? На Евроиграх мы планируем пока две медали. Одну возьмем медаль золотую и еще четыре медали других достоинств. Это будет на высоком уровне. На мир, как вы считаете, в пятерку мы готовы попасть? На мир мы командой даже должны попасть. Мы-то планируем за тройку, за четерку бороться командой. Планируем. Но все будет зависеть в первые же дни, в какую жеребевку мы попадем и какое будет взвешивание. Девочки сейчас все в строю. Вся сборная, которая была у нас на прошлых Олимпийских играх, она в строю. Ни одного тромбированного, ни одного больного человека нет. Начиная с Миланы Дадашевой, переходя дальше к весовым категориям, к Овчаровой, которому мы переводим 59 килограммов. Липатову, которому мы переводим 57 килограммов усилить олимпийский вес. Чумякова, которая была 59 килограммов, которая выиграла блестяший турнир Улан-Удэ, переводим 57 килограммов. Там Тражукова в строю, я так сказал, там же в строю Кузнецова, там же в строю Фоменко в этом весе. Братчикова 68 килограммов готова уже бороться за медаль и на Европейских играх. И дальше, если она хорошо выступит на Европейских играх и на чемпионате мира, взять лицензию, она готова. 72 килограмма у нас чуть слабый вес, но мы уже из трех-четырех человек, которые у нас есть, Колесникова, Стародубцева, Буракова, уже будем делать выводы на турнирах, кто как отборется, и кто в какой форме, того будем выставлять на чемпионате мира. А уже к чемпионату мира весе 76 килограммов он уже определен, наша олимпийская чемпионка Воробьева. Какой она, кстати, сейчас в форме после перевода? Она сегодня находится в хорошей форме, но вот на основании этого последнего турнира, который она отборолась в Италии, надо кое-что ей добавить, надо поработать над некоторыми ее моментами борьбы на связках, на руках. Процентов 50-60, она функционально готова уже, 50-60. Но 50% ей даст вот эти три сбора. Можете сейчас вот взять вот с корабля на балл золото прямо на евроиграх в Минске? Нет, ей все по силам. С ее духом, с ее характером и с ее именем, ей все по силам. А вот этой девушке, которая сзади вас стоит из Тальвира? Сзади меня стоит из Тальвира, хочет стать европейским олимпийским чемпионом, и дальше перейти к олимпийским играм. Вот мы ей говорим, сначала выиграй малые олимпийские игры, вот в Минске, затем тебе будет легче выиграть большие олимпийские игры. Она готова, она и морально подошла, и весь сейчас подгоняет хорошо. А можно сказать, что она сейчас является таким неофициальным лидером сборной России? По, наверное, боевой готовности? По боевой готовности она является, но по результатам является Воробьева. Она лидер, она капитан команды, и за ней уже нам приятно, что растет для маленьких весовых категорий, растет такой лидер, с кого есть пример взять. Вот именно 50, 55, 53, 59, 57, вот для них она лидер, чтобы на нее равнялись и старались быть лучше и давали результаты. С Венгрии приехало 6 человек, с Финляндии приехало несколько человек, с Норвегии приехало несколько человек, которые будут составлять очень хорошую систему на сегодня, завтра, до 24-го числа на схватках, в том числе киргизы, которые призеры азиатских игр, чемпиона Азии, недавно прошедшего. Вот 6 человек приехало с Киргизии. Поэтому мы оптимальное количество людей собрали, которые подходят психологически для нашей команды и для наших девочек вот в разных весовых категориях, которые не смущаются там, что там есть звезды, что они могут помешать нам подготовке, нам у них нечего взять, если так не думают. Говорят, у нас есть чему поучиться у вас, нам тоже нужны спарринги во время схваток, во время отработок, поэтому приезжайте и будем в дальнейшем к чемпионату мира, к чемпионату Европы и к Олимпийским играм. Две, три, четыре команды будем держать в запасе, с кем мы будем психологически дальше готовиться. Без этого решения наши девочки уже приелись между собой отрабатывать, не выкладываются, не работают до конца, потому что они уже сами себе, эти соперники, надоели уже, привыкли друг к другу. Поэтому сейчас наша задача два-три раза до Олимпийских игр пригласить хороших команд и самим выехать один-два раза, где мы получим толк и получим хорошие схватки от классных соперников.